Друзья, мы с вами продолжаем читать книгу «Война и Библия», книгу, которую написал святитель Николай Сербский. Наверное, понятно, почему именно сейчас мы ее изучаем, но, наверное, вся эта книга, хоть мы читаем разные отрывки, вроде бы о разных аспектах войны, наверное, вся эта книга об одном – о том, что Господь управляет и войной тоже. Господь вмешивается в нее. Господь знает, когда же вот эти ужасные вещи, войны, которые делают его дети, которые делают люди, как их перевести в добро, когда же посредством войн сделать что-то доброе, когда же посредством войн этого ада и ужаса добавить доброты и порядка в этот мир. Это странно и страшно звучит, но это так. Господь может и зло превратить в добро. Наше с вами зло превратить в свое добро. И поэтому Он управляет войнами. И сегодня мы услышим о том, как Он помогает победить народу, который не надеется на свое вооружение, не надеется на свои силы, не надеется на своих союзников, а надеется на главного, на Бога. К нему взывает, к нему выпьет, постится, молится, просит помощи. И Господь заступается, несмотря на все внешние факторы и какие-то там перевесы или не перевесы. Об этом очень важно помнить всем нам. Об этом очень важно молиться Господу Богу, чтобы Он не оставлял нас в эти дни, не оставлял и помог нам как-то вырулить из этой ситуации с наименьшими потерями, чтобы то, что должно быть, то произошло. Оружие не помогает. Как количество солдат генерал не имеет решающего значения, так не имеет его и оружие. Без Божьей силы и помощи люди на войне бессильны. А Божья сила и помощь даруются праведникам, а не безбожным и не стоящим людям. Ксеркс напал на Элладу с двумя миллионами солдат и принужден был бежать пред несравненно меньшим войском греков. Наполеон вошел в Москву с большой и хорошо вооруженной армией, а из Москвы бежал один окольными путями, чтобы спасти свою жизнь. Турки всегда были лучше вооружены, чем сербские крестьяне во время восстания, но оружие им не помогло. Черешневая пушка оказалась действительно, действительнее стальной, потому что за ней стояла сила Божия. На Сливнице в 1885 году сербы были лучше вооружены, чем болгары, но все же победили болгары. А если вспомним вековую борьбу черногорцев с турками, то можно было бы поставить такой вопрос, были ли черногорцы, хотя в одной войне лучше вооружены, чем турки. Кроме того, вспомним немцев в прошлой мировой войне. Не были ли немцы лучше вооружены и более готовы к войне, чем остальной мир? И все же это не могло их спасти от поражения. Святое Божие Откровение учит нас ясно, что само по себе оружие на войне не помогает. Что же тогда помогает? Помогает абсолютно только Божия сила. Бог же помогает верующим, чистым и праведным одолеть неверующих, нечистых и неправедных. Чтобы помогать одним против других, Бог не употребляет всей полноты своей силы, которую бы Он мог в одно мгновение уничтожить все миры, и средства Его часто бывают в глазах людей совсем ничтожными, до смешного незначительными. Например, перед смертью Иисус Новин перечислил еврейскому народу все великие дела Господа, сделанные им народу, после того, как вывел Его из Египта. Иисус был свидетелем всех чудесных дел Господних, так как Он умер 110 лет. Между прочим, Он вспомнил войну, во время которой Господь послал перед Израилем шершней и таким образом прогнал его врагов. «Так говорит Господь, «Я послал перед вами шершней, которые и прогнали от вас тех двух царей Аморейских, не мечом твоим и не луком сделано это». Следовательно, исход войны против двух царей не зависел ни от количества солдат, ни от оружия, а от шершней, то есть от третьего фактора, посланного третьим решающим всевидящим. Во время суди Самуила филистимлины напали на израильскую землю. Самуил велел народу поститься и молиться Богу. Народ его послушался. Что же произошло? Господь возгремел в тот же день сильным громом над филистимлинами и привел их в смятение, и они поражены были пред Израилем. Здесь тоже не имело решающего значения ни количество солдат, ни оружия, а нечто третье. Неожиданное, посланное третьим решающим всевидящим. Итак, генерал, не помогает оружие там, где Бог не помогает. А где помогает Бог, там и в пастушеской проще может таиться победа. Однажды, когда царь Винодад из Дамаска воевал с Израилем, пророк Елисей ободрял израильского царя, предсказывая Винодаду гибель. Так и сбылось, как предсказал пророк, но не от людей была гибель Винодады, а от Бога. Темной ночью Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржанья коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильских, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. Так объяснив себе этот стук и шум, сирийцы встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои и коней своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя, то есть спасая жизнь свою. Следовательно, где Бог не помогает, не помогут ни численность войска, ни вооружение. В книгах Маковеев описаны многочисленные войны иудеев с царями Антиохом и Птоломеем. Во всех этих войнах царские войска были лучше вооружены и имели большее количество солдат. Кроме того, при войсках находились часто и слоны с деревянными башнями на спинах, с солдатами, метавшими в иудеях стрелы. В те времена слоны с такими башнями были не менее опасны, чем современные нам танки. Но все это не помогло своевольным и безбожным царям в их борьбе с маленьким народом, душа которого была вдохновлена самим живым Богом. С воплями и слезами призывали иудеи Бога помочь им в минуту опасности. В царских войсках начиналось смятение, и они обращались в бегство. То же самое происходило иногда и без видимой причины. В царствовании Иосафата во время его войны с мавитянами было видение. Воюющие войска стали друг против друга на холмах, между которыми простиралась долина. Погода была ясная, и дождя давно не было. Однажды утром взглянули мавитяне на долину и увидели, что она вся красная, точно от крови. Тогда, думая, что враги их ночью перерезали друг друга, мавитяне бросились вперед, но попали в скрытую западню и были разбиты. Вот какие иногда малые и незначительные вещи служат средствами в войне бога Саваофа за тех, кто трепещет перед ним и поклоняется ему, а против тех, кто надеется не на него всемогущего, а на своих солдат, свое оружие и своих союзников. Из этих примеров есть следующие выводы. Номер один. Тот, кто в гордости своей, забыв Господа, надеется на оружие свое, тот постыдно терпит поражение и гибнет. Номер два. Тот, кто в смирении сердца своего не надеется на оружие, а покаянно взывает о помощи к Богу, тот со славой побеждает. Номер три. Бог помогает смиренным и верующим против гордых и неверующих. И номер четыре. Часто Бог употребляет на человеческий взгляд незначительные средства, чтобы поразить гордых и неверующих.